В Рязани прошел Кубок России по спортивной радиопеленгации. В этом году соревнования прошли в Центральном парке культуры и отдыха. Спортивную радиопеленгацию называют охотой на лис или шахматами на бегу. Действительно приходится много думать, выбирать варианты, просчитывать. При этом самое сложное то, что когда бежишь в лесу, ты не видишь своего соперника. Соперник может стартовать раньше, может стартовать позже. И о том, выиграл ты или проиграл, можешь узнать только, когда финишируешь. В этом году в Кубке России по спортивной радиопеленгации приняли участие 120 человек из 13 регионов. Среди них Рязанский, Самарский, Ставропольский, Пензенский, Московский, Санкт-Петербургский. Татьяна Агафонова приехала из Каменск-Уральска. В этом году ей исполнился 71 год. Соревнования на высоком уровне, хорошие, понравились. Сложно было в радиоориентировании вчера, карта сложная очень. Хотя сама ориентировщица заблудилась даже в одном месте. Задача участников – найти замаскированные передатчики, которые дают в эфир определенный сигнал. Сделать это спортсмен должен буквально на бегу. Но обнаружить передатчик или хитрую лису не так-то просто. На пути быстрее встретишь белку. Примерно так звучит одна из лис. Продолжительность, получается, ее слышимость 12 секунд. Лис всего 5. То есть, получается, они повторяются каждую минуту. Сейчас у спортсменов спринт. Это самая скоростная дистанция, в отличие от классики. Участники могут пользоваться картой, компасом, приемником, чтобы обнаружить всех лис. Самое главное – уметь быстро думать, так как, когда бежишь, тоже со скоростью. Очень трудно бывает понять, где стоит лиса. И бывает, ошибаешься, разгоняешься. Сначала все круто, так легко, бежится, бежится. А потом понимаешь, что ты прибегаешь не на ту лису. Победители соревнований наградят дипломами и кубками. Они получат возможность поехать на чемпионат России. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».